Что такое метод Шичко? Это психоаналитический метод, который позволяет любому человеку любое новое полученное знание превратить в свое убеждение и даже в подсознательную потребность. Что у человека связано с алкоголем в голове, у пьющего человека? Если я спрашиваю всегда, вот я по-другому даже поставлю, я прихожу к студентам. Студенты меня знают, естественно, как облупленного через интернет. И я пишу алкоголь-яд. Все согласны, все согласны. Все согласны, что алкоголь это яд. Я беру газеткой, закрываю слово алкоголь. У меня специально есть булавочка, я газеткой закрываю. Я говорю, ну-ка быстро дайте мне студенты, это студенты, они еще не алкоголики в нашем смысле, они культурно по праздникам пьют. Я говорю, дайте ассоциации со словом алкоголь. Быстро говорю, дайте ассоциации. Тут же моментально праздник, праздник, встреча, день рождения, покупка. Ну, в общем, дают эти сам, что еще, ну-ка быстро дайте ассоциации. Проводы, проводы, так сказать, что именины и так далее. Все, говорю, отлично. А потом я беру, закрываю газеткой алкоголь и говорю, ну-ка быстро дайте ассоциации со словом яд. Ну, естественно, сразу что? Яд это что? Смерть, это рвота, это болезнь, оружие. А потом я снимаю и получается, праздник это смерть, встреча это рвота, это оружие. То есть получается, что у этих людей, у этих молодых людей алкоголь в одном месте записан, с ним свой круг ассоциации эмоций, а яд у них совершенно в другом месте записан. И с ним совершенно другой уровень ассоциации эмоций. Понимаете? А что делает метод Шичков? А он делает следующее, что человек с помощью написания дневников перед сном, он записывает себе, меняет. И у него алкоголь, они пишут самовнушение какое. Алкоголь это мое плохое самочувствие, болезни, ранняя старость, смерть. Смерть пишут. И когда он это дело неделю прописал, у него уже в голове начинает от алкоголя не к этим вот вещам, а вот к этим пробиваться дорога. И вот когда уже через неделю даже увидев эту бутылку пива, у него ассоциация не радостная встреча с друзьями и состояние, а он сразу могильный холмик у него в голове возникает. И чисто эмоционально ему этого делать не хочется. Не хочется. И вот это вот чрезвычайно важно. Значит, есть две категории людей, на которые мы, собственно говоря, пытаемся воздействовать. Это люди, которые имеют серьезную зависимость от алкоголя. Они сами приходят. Вот это тоже очень ущербный момент метода Шичко. Человек должен захотеть прийти. Наркологи говорят, если бы все к нам приходили те, которые хотят, у нас бы был вообще рай. А ведь нам не хотят люди, их приводят насильно. И понятно, что у нас результат ноль. А к вам-то на метод Шичко они же сами приходят, понимаете, эти люди. То есть они хотят, они приходят за помощью. Да, этим людям, которые к нам приходят за помощью, для них мы начинаем какие-то вещи. Вот то, что рассказывает Владимир Алексеевич, это его, как говорится, авторское видение метода Шичко. И он пытается добить у них в голове вот это сознание. То есть либо ты уже сдохнешь, либо все-таки у тебя один выход. Это снова вести трезвый образ жизни и никогда больше в руки эту отраву не брать. Но мы-то с вами в основном работаем на культурно пьющих людей. И если мы сейчас это попросим у студентов написать, какие ли у школьников, старшеклассников, что у них, так сказать, приоритет в жизни, здоровье на 17 месте будет. На 17 месте здоровье, у молодого, там, где стекло, ну, оно есть здоровье. О чем еще? Какое ему? Про какое здоровье ему еще думать, понимаете? А у него что? Успех у девочек на первом месте. Выпендреж какой-то на втором месте. Так сказать, авторитет на третьем месте. Все это остальное, жабро, работа, жизнь, это все еще где-то впереди, это в тумане. А у него вот они, понимаете, приоритеты. И здесь с ними, то есть что им это позволяет? Общая установка, пьет, значит, герой курит, вообще молодец и так далее. И вот все-таки вся наша пропаганда вот на эту аудиторию, на культурно пьющую, она, конечно, должна быть направлена, в первую очередь, на недопустимость самого употребления алкоголя в нашей жизни. Понимаете? Для человека культурно пьющего трезвый образ жизни, глуп и неприемлемый, я вам сразу говорю. Он глуп и неприемлемый. Он не представляет, как это так, он придет на Новый год, сядет без шампанского, будет сидеть как дурак, понимаете? Он это в общем неприемлемый. Он этого не понимает и не хочет. А вот если он внушили, что ты это шампанское, взяв в руки, совершаешь преступление перед детьми, которые тут же на тебя смотрят, и которые сопьются, и страна, которая погибнет, вот это уже на него будет влиять совершенно другим образом, понимаете? Поэтому вся моя жизнь, которая положена на это дело, как раз и была направлена на то, чтобы доказать культурно пьющим людям недопустимость употребления алкоголя. Недопустимость. Вот это вот важнейший момент. То есть любое употребление алкоголя – это преступление перед детьми, перед страной, перед Богом, так сказать. И если этот человек вдруг у него в голове уляжется, то тогда он действительно перейдет на трезвый образ жизни. Субтитры создавал DimaTorzok